Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Алина Денисова, спортсменка со стажем, бегает за 69-ю школу не один год. Чтобы попасть на городскую легкоатлетическую эстафету, ее команде из 13 человек нужно было занять второе место на соревнованиях Советского района. Сегодня у Алины главная роль, она бежит в финишный этап 200 метров. Это волнение большое, то, что боишься подвести свою команду, это все, конечно, напрягает сильно. Я всегда рассчитываю на лучшее, надеюсь, мы все пробежим очень хорошо. Общегородскую эстафету бегут школы, колледжи и институты. Всего 400 легкоатлетов. Новой дистанции 13 этапов проложено по парку Гагарина. Стартует и финиширует участники на стадионе. Трибуны, которых не было на набережной, здесь забиты болельщиками. В этом году празднуется 50 лет улицы Старозагора и по предложению главы города данное мероприятие перенесено на улицу Старозагора. И вот первый раз она проводится в этом месте. Обычно мы ее проводим на набережной реки Волги, на четвертой очереди. Посмотрим, как пройдет. Ну, пока все отлично. Все способствует хорошему проведению эстафеты. Здесь бежать, наверное, полегче. В том плане, психологически по парку бег легче. И здесь нет перепадов высот. Здесь вся дистанция идет по прямой. Но я думаю, что такой формат проведения, может быть, и приживется. Здесь результат не важен. Здесь главный, в общем-то, дух командной борьбы. Очень приятно, что появляются новые организации, которые заявляются. С каждым годом Королева спорта в Самаре становится все более популярной. Дети идут заниматься в спортшколы, студенты в институтские секции, а взрослые к тренерам по месту жительства. А собственные рекорды любители показывают на общегородской эстафете. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.